во имя отца и сына и святаго духа аминь евангелие от луки 17 глава с 15 по 18 один же из них видя что исцелён возвратился громким голосом прославляя бога и полниц к ногам благодаря его и это был самирянин тогда иисус сказал не 10 ли очистились где же 9 мы касаемся сегодня темы вот как раз о страшном суде идет самая вершина выше этого ничего нету слава слове богу послал исцелились и каждый свои дела ушел один вернулся если так брать 10 процентов только люди которые понимают что с ними совершилось вот плохо что они некоторые побудут они сразу забывают уходит не записывает никак раньше там этапоны были темы которые касались это бесконечное словословие бога три ступени связи с богом первое дай помоги спаси вразуми тут и мусульмане тут и буддисты тут и коммунисты и фашисты все здесь когда трудно когда бомбит сверху и кричат мама помоги и господи спаси второе получил ты или не получил просимой благодари бога благодарение старая ступень а здесь мало людей получил ну так вот обстоятельства как уже лидера на смешке говорят нет машину то негде поставить рабочий день начинается на господи дай мне куда поставить машину то смотрит может господи надо уже я уже нашел увидел пустое место это на наше состояние слово слава никого так не касается в мире как православно в самом названии православные не католики не баптисты не бомбы там как не называй их мы обязаны перед богом господь как бы заранее мы родились в этой вере в вере не рождаются ну получается так и мы слышали слава отцу и сыну и святому духу вот из-за это что мы знаем есть бог отец бог сын был дух святой но не три бога один бог си и три суть едино и слова сколько раз вы считали сегодня слава это третья ступень она не человеческая ангельская и мы это увидим когда раздается глаз неба слава вышли богу на земле мир на человека благоволение вот когда задумаешься об этом и люди называют вечно слав у русских такие имена то есть то есть это вечная слава должна быть это всего лишь только авансом называют и так борислав владислав сколько есть у нас слав город город когда он был слава слава город а люди пытаются славу создать через мерзости гонения уничтожения тех кто не на и с ними вместе вы помните как всюду везде стояли слова кпсс идешь прямо огромными буквами написано где она кпс проклята на веки согласно расчетам 66 миллионов внутри страны убили друг друга труженика сельского хозяйства никакой завоеватель не чингисхан не мамай никто не трогал не наполеон 12 самых лучших миллионов тружеников раскулачили уничтожили мы встречались этими людьми даже маленький поселок потеряевка и то есть семь семейства разорили отослали и одна приехала к бабам евдокия титовна потеряева и она все рассказала никто не хоронили просто трупы друг на друга накладывали все выразить никак нельзя почему бесславия а в другом месте хайл раскрыли хайло и ни день и ночь миллиарды слов было слава 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 одному где он этот человек он проклинаем и во всем мире 70 миллионов обошлась мировая война будьте очень внимательны мы сейчас будем читать места писания и вы сразу скажите вхожу я сюда или нет салтыр считается всегда сколько псалмов но большинство знают 150 но 145 раз говорится слава слове как это так вот почему господь и прощал рабу своему давиду а за ним такое счастливости что он должен был умереть десятки раз по закону хотел сижу и жену убил невинного человека который охранял окончилось тем что я воззвал господу ян крышевский говорит вот женщина ну лезет мешает тут я так огневался но я помолился и бог простил меня дальше другое тот приставал кто-то я снова огневался не знаю как так но я помолился и бог простил меня и опять словословие идет не останавливайтесь никогда на том что есть я сейчас буду говорить то что у нас только есть у нас во всем мире этого нету канона андрея критского кто написал ну так называется архиепископ андрей сколько лет прошло 1100 лет и 1100 лет на одном месте стояли помилуй меня боже помилуй меня это для оглашенных почему не тронули не глянули почему он сделал ко мне приезжает игумен очень известный член союза писателей отец кирилл сахаров он был здесь и на богослужении у нас тут везде когда сказал какая причина что написал так никогда не думал он все ну очень активно этому патриархи к нему приезжает и просто не выскажешь никогда не думал он подписал анап ему шестому вселенскому собору а когда дошло до сюда что же наделал все святые отцы которые были до этого выходят проклятые и он дезавуировал то есть уничтожил свою подпись но дальше не пошло дальше только одно написал канала вот этот 204 библейских событий и он все повернул так ну погибает город какой-то там нет покаяния помилуй меня боже помилуй меня я там же вместе со всеми нахожусь не неверо разорена будет это я кит проглотил иону это меня помилуй меня боже лишь как у нас это господь открыл так нужно возвести на три ступени второе эти же самые события библейские поставить на благодарение и кит выплюнул его это я я остался живой благодарю тебе господи и третье господи научи меня славить тебя и там когда голова была опутана тиной когда кислота все сжирать и остался живой слава тебе господи корабля не было подводной лодки не было подпула открыла дверь рот свой и выпил на я на берегу и пошел слава тебе боже наш слава тебе вот вот у нас канон андрея крестского считается на три ступени мы еще пока не раскрутки горсти не дали но многие начинают спрашивать а почему ну вы согласны да конечно тут прям само просится но дальше то если бы сейчас он стоял здесь это андрей критский архиепископ мы бы сказали вы хотели чтобы тысячу сто лет стояли на одном месте храме когда люди приходят это для верующих написано от это написал момент когда душа развалилась от страха 50 и псалом говорят какая книга самая популярная библия библии 77 книг какая самая популярная псалтырь и и больше всего считает а псалмы какие пятидесятый а почему два смертных греха и бог вывел из него эту искру как молния свернула помилуй мне боже избавь от кровей и далее и заканчивает стены иерусалима и сегодня понимает речь это священстве ефрем сирин толкует заметьте какие глубины и оттуда бог поднимает за славословие я прославил его и он простил меня где бы мы были если бы не милость божия настройте себя на то чтобы у вас не было вот господи не так я сделал не под не так поступил там на работе с детьми где-то благодарю тебя что худшего не было вот у нас мы около пивоварки тут жили внучка свободная как сегодня на телефон и ничего не сделаешь она она переговаривается с кем она хочет но не ты а с ней уже круг свой есть а всего 10 лет и она им сказала бабушка пенсию получают работал на зводе они пришли задушили и все деньги забрали те которые не имеют контроля подумайте сегодня что делать дальше вы в опасности смертельно находитесь переведите себя на вторую ступень и благодарю и дайте тому кто мешает этому благодарю непрерывное славословие это ангельская песня если это в нас или нет мы сейчас посмотрим как святая библия нам говорит когда нам нужно бога славить пожалуйста я несколько дам только таких мест слова слова в новом завете встречается 50 раз а слава слове в библии 263 раза сегодня можно это я когда-то раньше пальцем считал заново все считал считал видел где это необходимо просто нам знать так прочитаем матфея 6 13 а вы молитесь в это время чтобы эта слава вошла в нас сколько моей жизни было всего за все ли я бога прославил надо помнить это считаю и не введи нас в искушение но избавь нас от лукавого ибо твои царства сила и слава во веки аминь чем заканчивается просьба хлеба насущного пояса мы не знаем когда бог сотворил ангелов человеку это не открыто ну сколько от адама мы можем сказать 7533 вот пошел до нового года можем сказать но когда ангелы были но не одни ангелы хирурген и серапимы начало силы власти что они как представляет из себя какой ведь никто не знает но они были сотворены может миллионы лет назад а как у них была ли свобода выбора про всех не знаем про ангел скажем да была и кто-то нашептывал против и захотел стать богом сонми богов поставлю престол свой дьявол был сброшен третья часть эта революция первая оттуда пришла как мы даже бога славить к вам сошел дьявол в великой ярости ища кого поглотить интервью у него берут сегодня поставлен такой прям видно что как дьявол так как а у тебя главная цель чтобы меня признали за бога хотя и временно кто самый большой враг он так сжимает кулак и сын люди все знают видят где чтобы он придет и уничтожит меня то есть дьявол при тече и антихсисы будут лень и огненный мы должны знать и видеть господи как это все заложено и мы верующие мы православная в самом названии говорится что мы славим тебя и как это все открыто какой момент случилось так что они подняли войну и была на небе война 12 глава откровения говорится архангел михаил воевал как архистратик и они были сброшены и вот эти колдуны домовые это все все это так и разные названия имеют нас господь облагодетельствовал с тем что у нас есть библия библия я много раз говорю некоторые уже может и забыли перевод 1876 году называется синодальный самый лучший в мире я твердо уверен что и никогда не перевести так я разговаривал с теми которые знакомы с этим как александр мень переводчиков таких нет а он еврея чистопородный отец и мать евреи это элита вся у него который москвой подчинялись но когда я сказал могли бы так перевести у меня сохранились записи в аудио да нет таких переводчиков я сколько знал на немецком на английском делал сравнение мне конечно тяга так русскому сирковнославянский но даже сравнивать великий и могучий русский язык как один сказал знает как-то иван сергей штургенев и самые трудные минуты он был мне помощником он не сказал что в евангелии какие стихотворения какие есть тому нации на другие это мой любимый поэт все для слова слове бога нам бог отвечает почему 9 пришли мы не можем ответить скажем суета ну хотя бы как-то вернулись и сказали мне некогда ну некогда ты бы так и за за двором и был прокаженных никто не лечил они неизлечимо больные но если сегодня не встретился то как у нас тут ну батюшка когда здесь служит служба дольше идет понятно на это никак не смотрят но сегодня она более короткая но зайдите на собрание то узнаете какие это нужно есть зачем вы себя отдаляете от этого ты не знаешь как мы даже бога благодарить чем и пир переполнен как нападает вот на этой неделе будут эти выборы через это много и много будет сказано люди совершенно ничего не понимает а какая моя задача славословие господи по милости твоей сохранить защите поставь как тебе угодно не так как есть был такой маркириец один император семья дочери в пятеро и вдруг там военный фоков полковник поднял путь и переворот и расстрелял его жену детей всех ну точно так как было восемнадцатом году и такую устроил внутри страны как вот было здесь тридцать седьмой год и один в пустыне молился день и ночь выпил господи ну неужели мы хуже всех ну почему такого злодея ты терпишь и наконец бог заговорил я долго искал но хуже его не мог найти по быть по делам вашим и выбирает выберет господь то что нам нужно сюда не оценили не поняли это все придет сегодня уже оставляет ролики и говорит почему не сделать из всех религии одно если бог у всех один мы знаем откуда это идет прямо уже все доказательства что необходимо прихлопнуть этого нас еще не будет поэтому я всегда наказывает какие есть евангелие где-то в разных местах где-то в людях знакомых где-то оставляйте чтобы было что взять сейчас свет погасили если ты привязан только к чему то все мы должны богу благодарны быть за то что у нас есть на сегодняшний день прошлое мы смотрим и сравнивать не приходится будущее сокрыто просчитаем марк 8 38 по порядку евангелие говорят потом святые мужи 8 38 ибо кто посадится меня и моих слов вроде семь прелюбодейном и грешном того посадится и сын человеческий когда приедет в славе отца своего со святыми ангелами статьи иконы наши это не в славе это воображение художника вот который вот это рисует я с ним встретился побеседовал в америке это твоя картина да а почему так небрежно делал и не в том месте там даже по телу проще людям это нравится я делаю это кормушка моя а они глупые такие эти американцы они все покупают он не скрывает ничего мы даже не знаем что смотри где крещение идет как христос где стоит кто это сделать черепушки поливает там но это то мы можем сообразить и поставить вопрос что найти хорошую икону или убрать это иеретическая икона ну видите что погружение то нету мы все слепые не видим где-то а мы бога прославим что за это время никто не стал говорить я тоже хочу чтобы так крестили черепушки поливали за это прославь бога и здесь говорит когда придет во славе своей слава божия и когда придет во славе мы не знаем даже просто показать царство небесное на ум не приходило ни глазами не видели не слышали а как будет не знаем но мы знаем только слово слава этим словом мы можем пользоваться как хвала пославить где-то это только то что идет от бога сама моей господи никому не дам ибо я господь бог лука 2 9 мы эти места постараемся запомнить когда славить бога надо правильно вдруг предстал им ангел господень и слава господня села их и убоялись страхом великим это пишет актор пишет под воздействием духа святого слава господня села а ты видел так а почему пишешь не знаю он не может ответить пошел я не видел и не знает но суть то вот чем когда бог творил мир это нам ну сокрыто от нас но все хорошо все нормально я вода морем называются на которой прутом гальяна там и так и назвали море гальяне по библии именно так генесарецкое озеро она морем называется и далее животные как бог творил первый второй день и птицы бог сотворил до ангелы были теперь ангелы духовные эти плотские и наконец бог сотворил человека который имеет и душу и тело разговаривать с богом и разобраться со скотиной с птицами человек это посредник какую все в него вложил то что есть зверское а дверей скотина от расположения от размножения от питания ничем не отливается не отличается принимает также все выходят от него и даже скотина который на мясо комбинат коровы слезы текут у ней мы заключаем себе промежуток и даже бога славит что нам открывает то что не было открыто так десятый стих и сказал им ангел не бойтесь я возвещаю вам великую радость которая будет всем людям 13 30 13 13 евангелие туйки считаем и возложил на ее руки и она тотчас выпрямилась и стала славить бога то есть прославить бога и нам есть за что что у нас есть сколько людей которые родились совершенно слепыми глухонимыми да мало ли опять землетрясения показывают в такой-то стране там рядом казахстан трясет киргизии у нас этого ничего нету а по-настоящему трехнили наши тагорубки вот эти это и собирать нечего будет как в спитаке сразу же за 11 секунд погибло 100 сотам тысяч сколько людей сколько людей было и как собирает собирает ну думали вот взаимотрясение было 50 человек погибло наконец уже 30 тысяч подняли первоначальная цифра такая а теперь только поднимает и поднимает где-то кто-то звук подал специально собаки разыскные а мы ходим и нужды никакой нет даже у нас попадали в аварию люди остались живые как мы даже бога мы молитву включили каждый день молиться попавшие в аварию брат игорь сестра елена остались живы прими нашу молитву господи мы они сохранились а они так нужны здесь ну наполни радостью душу свою богу и скажи как хорошо что открылся господи и куда мы не посмотрим на свой врач каком месте находится никогда не прохожу там никогда бы не попал это бог делает так девятнадцать тридцать восемь евангель от руки считаем говоря благословен царь грядущий во имя господне мир на небесах и слава вышних видите опять слава вышних то есть настоящая слава здесь нет вот они прославляли такого-то тирана а теперь проклинает его из мавзолея там выбрасывает это во всем мире такое есть почему нам сокрыто завтрашно у бога завтра нет у бога все сегодня не так что вчера у бога нет времени и поэтому сегодня вчера там это временное определение времени так семнадцатая глава 15 по 18 стих один же из них видят что исцелён возвратился громким голосом прославляя бога и пал низ к ногам его благодаря его и это был самарянин тогда иисус сказал не 10 ли очистились где же 9 давайте как мы возвращаемся из разные евангелисты запомнили это это необходимо помнить сколько раз было когда по нашему было молитесь почему сильно работает на дальних трассах и там река развилась а застыла машина застряла и помолитесь помолитесь а мы стали молиться долго нет что он там а он разжигал и вспыхнул и весь обожженный остался живой ну ты могла хотя бы мать позвонить сказать что вернулся живой на второй ступень ты не желаешь что перешли наконец все это вот это вот я наблюдаю сколько было которое люди не хотели понять этого они внезапно исчезают я после узнаю тайна где-то тайна скрыли что умер молодом возрасте то другое деяние 1229 неблагодарность мимо не проходит 1229 23 но вдруг ангел господень поразил его за то что он не воздал славы богу и он бы изъеден червями умер понятно они то что у меня ударила авария там зуб вылетел машина прошла я отсиделся там палец рост где слава слове богу ты включив каждую молитву что с тобой было мы не думали так а теперь муж-то смирился я хожу храм в другой раз уже предвезет тебя хотя с тобой не согласен ты во славь бога господи а ведь сколько таких было которых все по-другому это же это видишь прекрасно тебя одаревали вокруг выйти нельзя не безбожники детей нельзя выпустить и друг все по-другому идет почему услышал господь и таких-то моментов сколько было мы перейдем ты зато поел что у вас есть я самым старейшим драматургом стороны розовым разговаривал в москве литературный институт настолько интересный человек 70 лет я только что вернулся полгода преподавал в японии полгода в китае вернулся я разговариваю со студентами ну что у тебя сегодня было ничего ну как встал ну сходил поел пошел а мне 70 лет я каждый день нахожу новое и новое народ то какой стал это маленько посмотри если у тебя рядом были какое-то несчастье проще и друг по-другому прославь вот сейчас стоим тоже большая задача готовится к изданию шеститонник проповеди во свете святой библии денег нет мы только просим на ступеньки но заранее будет не будет мы будем бога благодарить и словословить что положено здесь 13 48 деяния язычники слыша это радовались и прославляли слово господне и уверовали все которые были предоставлены к вечной жизни вот понимаете как люди играют жизнью своей мне сейчас выстрел в интернете если так не знаком прямо прямо плакат такой папа римский ко мне обращается вот если значит не сделаешь так то ты говорил о католиках так то то предам анафеме заплати интеллигенцию и его образ и все как будто идет по нашей местности то есть люди играют жизнью свою 22 11 если не прославил беда ждет семь злейших приходят а как я от славы света того лишился зрения то бывшие со мною за руку привели меня в дамаск слава божия какая ослеп а до чего в одном месте написано так он плохо видел не разбирался и бог хорошо слепил его козла то вас говорит и теперь он все видит и стал разуметь мы когда-то были когда не знали от моей я в 23 года первый раз увидел библию в глазах ну ладно уж бог так я его искал он нашел я понял я нашел его и полчаса и все бог дал благодаря не богу 3 на так иакова 27 не они не они ли без славя доброе имя которым вы называетесь угнетатели как они делают не они они или без слави доброе имя какое добрыми дал нам новое имя на зовут христиане какая милость божия что мы сегодня можем собраться такая мирная обстановка мы каждый день поминаем правителей перечисляем их как называется здесь как на украине в америке в турции и все правители и руководители потому что слово божие говорит так что с начальствующих на суде боже будет строгое взыскание к ним вега этого болтайском сама себе описывает с племянником по угару ходит в церковь а у меня все если у него ничего нету пока поговорили только а в это время он не сходит и видит и идет комиссия проверять там это оборона коррупция только позвонил дядя такая он господи да помоги мне сразу верующий стал как это проживет я говорю зачем же вы крестились когда никакой веры нету на работе комиссия приходит а она директор ресторана там столько всего видите как а мы должны бога заранее благодарить господи а сколько ты ездишь у нас сами сестру нашу которая всегда в путешествие как господь любовь показывает свою нам это люди которых мы никогда не знали которые пришли благодаря слову божию 416 якого считаем вы по своей надменности тщеславитесь всякое такое тщеславие есть зло тщеславие то есть возвышает себя над кем-то я что-то значу а бога не знает это тщеславие это напрасно слова то есть она ничего не значит это это сразу видно что надо надувается какой пузырь ты ему скажи только бог сегодня дохнет и никого нет я раньше обращался помощью детскому лагерю мы были люди кто-то что-то там привезет или как-то один никак даже ходите что-то я еще раз заглянул прошло недели две лежу гроб стоит игры что ему там 38 лет придумали ощущение крови переливать здоровый крепкий мужик говорили не надо сделал все кончилось это переливание ощущение крови как делается даже 1 петра 18 заметьте как все понимают это ситуации апостол которого не видев любите и которого доселе не видя но веруя в него радуйтесь радостью неизреченную и присланную слава вышли богу на земле мир слава отцу и сыну и святому духу сколько в нашей жизни встречается это слово слава и вот сейчас как только пройдет в этом ассиная неделя я вчера разослал всем в интернет чтобы они знали откуда это слово как один воевал 6 лет не мог победить а тут победил там ираклий но сразу сказал неделю мясного не буду есть и монахом вы так понравилось они внесли сразу чтобы постепенно было не сразу тут уж объедение раздольная масленица бога то не знают но у нас как раз это масленица мясное сегодня последний день и до пасхи я выставил как раз это материала откуда найдет никакого значения не имеет вообще нет никакого события кроме того что человек одержал победу за шесть лет воевал с чужой врагом где-то он то верующий был или нет и не почему не видно но однако богу дал обед мясо ровно неделю не буду есть какой подвиг айны начинает опаситься ну первую неделю и последнюю то есть сами однако узборту царя 5 дочерей ты почтил первую и последнюю царю понравится и поэтому мы должны радоваться что наступает великий пост и первые четыре дня у нас будут посвящены канону андрея критского я прошу вас которые ни разу не были на этом каноне приходите все это кончится ничего не будет приходите тем более приноравленные дают какое время там начинаем молиться и притом каждый раз по трем ступеням будет это больше нигде так не молится спрашивать передайте но если нет потому что священники связаны он ну не может так вольно обращаться где-то я сколько раз батюшке говорил не прибавляй к словам его он обречит тебя и ты окажешься лжецом 30 глава то мы считаем так так зачем прибавляйте кучи наш отца и сына и святого духа там нет этих слов нету не улуки не у кого зачем это от страха перед арием я еще могу сделать он еще не может делать но хотя дома то считайте как а это священник священником такое пренебрежение хотя здесь у нас он у нас такая свобода он мог бы это сделать я не добиваюсь этого написано прямо не прибавляй к словам его иначе бог наложит все язвы которые описаны здесь не прибавляйте дважды говорится во второзаконе говорится 30 глава притчи соломона 5 6 стихи не прибавляй к словам его молитва молитва очень наш это его слова его зачем добавили когда ни один не может ответить я знаю откуда это зачем где надо и не надо вставляли потому что речь шла о признании троицы ну это рядом когда прочитал очень наш а потом подряд и говори ныне и признать 40 раз прочитай я ничего не прошу я говорю вам отмечать я так не молюсь а здесь как это ваше дело господь спросит говорит я бог говорит не просто прошу обличу ты знал что не написано не написано зачем ты меня заставили немцы попали плен говорили я не причем меня гитлер взял в армию они тут отбывали и мало счастья к домой вернулась а другие говорю до меня за а ты вольный человек по образу божий сотворен и может как раз это тебе и надо чтобы все узнали какая душа перед ними стоит так 1 петра 4 11 апостол пётр частенько обращается к этому говорит ли кто говори как слова божие служит ли кто служи по силе какую дает бог табы во всем прославлялся бог через иисуса христа которому слава и держава во веки веков слава и прославление и бог дал тебе власть эту власть зачем бы если это невозможно непосильно бог этого не дает и мы нигде них славим а ангелов нигде а мы благодарим бога за ангела хранители которые с нами слава богу и господь ведь славы моей никому не дам я бог у православных от этого нет это мы матронушка и кого угодно какие слова осипов особенно красочно разрисовал божественно ничего нету как андрей хочу такое популярность вещей не говорит он привезли там мощи никто не знает кому не принадлежат но полный забита все очередь стоит что прикоснуться воскресный день пришел половина церковь пустая она дальше придет или я пророк потвинчит вам голову 5 10 16 стих да тоже 16 стих а если к христианин то не стыдись но прославляй богу за такую участь когда тебя поносит говорят вот и не вписываешься в это ну маленько то смотри какие люди какой век что вы такие уже застряли там где-то вроде бы мы как раз прославляя бога время наступило такое нас будут гнать славь бога я все думаю у нас анфима никомедийского откуда такая напасть была люди бежали сами знали что сожгут и набились 20 тысяч слава боже это запрещает гонят в одном городе что делать бегаете а здесь наоборот весь город собрать на сжигать собрались и скорее она бежит и дочку не ребенка на руках если захватить и отряд идет окружает уже чтобы никто не вышел а рядом куски мяса только выйди положи и ты свободен иди это второе сожжение будет 32 тысячи сожгли и церковь тогда постановляет не делать этого гонят в одном месте а то насчитаются некоторые а я пойду а многие пошли а когда начались пытки он не выдержал от всего отрекся отрекся и выдал своих а это уже канон самый строгий 30 лет отлучения церкви это пол жизни поэтому сиди тихо спокойно благодари бога сколько тебе бог открыл 5 10 первое послание апостола петра был же всякой благодати призвавши нас вечную славу свою во христе иисусе сам по кратковременным страданиям вашим да совершит вас да утвердит да укрепит да заделать непоколебимыми и дальше во славе своей когда ему слава и держава во веки веков аминь слава и держава интересная глава я сильно запомнилась это у буддистов у них свое там они по-другому то уманы под моху это у господи иисусе это вот и сидящий в лотосе и когда он уже дойдет до такого состояния на купок смотрит монахов это так отсюда идет энергия у него а в конце а вот люди доходят такого состояния толкования библии и когда горит будем подобно ему толкование почти никакого такого что угодно но бы мы подобны господу и телом нетленным который не имеет там стену перед собой это все молитвы только в одного это нам даром дает полюбил нас господь возлюбил когда мы были неверующие когда может быть даже враждовали как савл ничего не знающим римлянам 817 еще немножко а если дети то и наследники наследники божие сонаследники же христу если только с ним страдаем чтобы с ним и прославиться надо радоваться благодарить бога что где-то кто-то будет против я все это терплю только потому что я христианин и вот люди которые сегодня знаете какая смута из одного человека то там мертвого из лагеря взяли и какой бунт идет везде люди собираются они ничего не понимают я могу говорить об этом где он был я это все испытал как бога славить надо а не то что там и все по-своему а там этого не будет и заставить делать как а он один раз отсидел в шизо потому что пуговку не стегнул а ее положености почему не стегнул я их застегнул 62 года назад и не растягиваю почему ты это делал почему когда я проходил там по санкции мгб и отзывы только самый хороший ни разу пальцем не угодно ничего лище на меня не написали только те материалы которые были почему тебя по-другому потому что ты смуту заводил тысячи людей собирались на площадях ты это хотел ты море крови хотел дать нашей стране этот человек и поэтому все сегодня только на президента нашей страны российской федерации как его не клеймят только сохрани бог подать свой голос туда он ищет молитвы помощи нашей и днем и ночью что поминали его потому что он взял на себя это все а эти которые крещат они ничего не знают благодаря тому что он в таком оказался смутян этот а мы молите молитесь о царях на счастье что жизнь жизнь проводить тихую безмятежную а нам мятежи хотели его нету вы не будьте как в стороне я не хожу не голосую внутри я себя знаю кого бы надо но и не говорю вслух господи стаделы как тебе угодно стань ночью хотя бы на несколько сто поклонов положи помолись за него за всех правителей которые рядом с кем они в мире находятся наша помощь нужна вот мы по домам то ходили лето жарко в дом не закрыты здесь же на алтае я закричал доме то есть есть как то там я бабушка лежит а почему да не знаю но время то уже первые часа дня идет да дочка уехала дочка теперь все вставать не будешь вставай а в то время как раз бы я говорю президент знаешь где нет он в японии сегодня тогда другой был надо молиться чтобы там покушения не было на него растрес на бабку то встала молиться ты маленько это посмотри в тебе именно нуждается люди нуждаются господь нуждается ангелы хранители тебя ждут но не лежащего мы научились как тратить деньги все а ты распорядись своим сном излишки убери 1 феста некидцев 5 16 по 22 16 по 22 всегда радуйтесь непрестанно молитесь потихоньку заметьте всегда радуйтесь можем вы сделать всегда радуйтесь а вот когда мы считаем сто восемнадцатый целом сто шестьдесят четвертый стих он как эпиграф на каждый день у нас читает на молитву когда звонок раздается что семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей не за то что у меня все хорошо все нормально за суды за землетрясение за аварии за все что есть за то что поносит тебя за суды и семикратно в день златоуз горит царю у него сколько забот было какие делегации за суды правды твой находил семикратно в день прославляя бога у него какая задача у одного задачи ну разные задачи то и пусть все плотские а нас господь на это избрал непрестанно молитесь вот походу когда женщина вот везде везде без плотков почему не молится никто это не просто так это крик уже снег выпадает гляжу идет но дождь начался гляжу что-то там колпачок надели совершенно все никогда не делай то что люди делают не сверяясь с библией женщины в брюках вы мужчину хоть одного видели в городе чтобы юбки был а это что означает мерзость перед богом 22 6 пара законе мы в море мерзости плывем я уже неоднократно об этом говорю и вы где можете женщинам скажите посмотрите как это делается а то ничего нельзя сделать неправда неправда притом самая негодная неправда вот у нас здесь приходят люди переоделись ну как все положено сразу раз другой переоделись пошли юбка уже выше колен может быть почему мимикрия называется я много ездил по везде ни разу не видел чтобы так поступали мусульманки одна едет в машине вышла платье до полу хиджаб на ней как у нас два платка она идет с мужем здесь лежу я диагностику когда водили меня здесь идет молодой человек посмотрел бородка лежу сзади идет как наши одеты сестры то есть насколько в америке там и в вашингтоне конца там за пределами был я не знаю зачем идет идут мужчины с бородами все одеты так ну метров на пять сзади идут женщины в платье отдельно я говорю кто это амиши называются как будто наши туда пришли нигде никто не переодевается вот возьмите это прокович к вам подошли вот у нас старте сон валентина дочь и екатерина принимали крещение и они едут далеко там германии они зоны берге живут и видели одна какая-то молодая особо гимнастикой занимается они ее увидели проходит короткое время глядим будет она в церкви стоит рядом а когда разговорились так я увидела как вы узнала откуда я поверила в это проповедь еще дольше даже ни одного слова не сказали и борода и прочее это проповедь я говорю что у нас еще неделя теперь в последний день масленицы мы все каждый год ходим по хрустский собор прославить бога нам не за что славить мы подходим священникам они нас видят все поздравляют веселые радостные такие не говоря про архиерея уже я же у него был все книги подарил и все это в интернет вышло и с каким он рассуждением всегда спрашивает я здоровье спросит и мы к нему подойдем и благословимся я прошу всех и которых нет сегодня скажите им последний день узнаете позвоните во сколько там службу на четыре часа меня не раньше будет прийти вместе там будем помолимся а в понедельник уже андрея криско считать будем так считай по порядку кратки всегда молитесь радуйтесь за все благодарите вторая ступенька наша за все благодарите дальше ибо такова о вас воля божия во христе иисусе не наша воля его что благодарили а там 7 кратно в день прославляю тебя за все благодарите а то 2 ступень а раз благодарите я славлю его что он это сделал со мной духа не угасайте выйти как еще раз посмотри духа не угасайте не угощайте а как ветра чтобы не дули когда дует это фонаре электричества не было так хозяин затыкал пальцем и тогда ветром не задувало и здесь духа не угощайте разные влияния особенно вот этим связи по телефонам там сатана надувает страшно что смотрят когда в интернет заходят они собой не владеют показывают мальчиком мать оттянула не одна нас кем-то было беснуется он кидается на всех кусается моего лет 12 то есть а может и исцеления нет никакого обеснования только обращение к богу это реально у меня в лагере были такие дети я потом сказал всем родителям не беру таких с собой в лагерь это невозможно он не понимает она наша девочка на здесь мир божьей милостью находятся молится качеля такая тарзанка а там палка привязана веревки то он стоит там ты мне дает она отпускает палка летит он стоит я на полбу его кровь потекла упала не может понять она из монитора вылетела у него реальный мир исчез это я свидетель и поэтому когда начинается богослужение не в бомбарах падают заботись а позаботьтесь одеть а если нет они уже не ваши войдите в это состояние далее пророчество не уничтожайте когда господь говорит у тебя говорю это пророчество но не я пророка и римея был пророк а варух писал пророк тоже это вместе смотрите что сейчас везде пишут что правильное решение принято 3 соломонов храм должен восстановлен в интернете прям долго ты долго объявили первосвященника года три назад сказали что там нужно будет рыжие телиться тёлка и ее пеплом когда сожгут там будет крапить и специально несколько раввина поехали в америку обработали все обыскали ни одной волосинки нет чтобы была не рыжая евреи они очень внимательны в этом во внешнем они за посмотри как они идут шляпу у него и песни эти косички с каждой стороны ну представьте у меня косичка вести доктор на тебя посмотрит а не знает как и дальше все испытывайте хорошего держитесь испытывайте узнаете посмотрите что будет а хорошее от злого может отличить не знаешь опять к библии найди того кто может тебе это сказать я рассказываю часто такое мне одна звонила за италия прям ну настаивать помолитесь я думаю выезжать две дочери вырастили неверующие что должна делать а в россии она встает тут такое самодержавие будет помолитесь начинаем молиться она каждую неделю потом через месяц я говорю ответа нет ответа нет только я на сказал ответа нет и сразу ответ пришел я давай она ответ вот он твой какой местописание пиши а написала теперь духовнику иди и что он скажет по этому стиху полный ответ я на себя не беру это мне это не дано но что именно это дано я видел открыто только настройся на то что он скажет никуда так у меня уже все собрано развяжешь узелки эти и когда она услышала от священника мои слова а я его не видел не знал она руки опустила походит много времени на узнал откуда она стремилась то там такой раздрай идет да как вовремя меня остановили тогда не я бог сделал а ты прислушалась ты искала волю божию более это не моя вот он стих писания еще есть там что смотрите что мы делаем выпас вытаскивать как на не согрешить пророчества не уничижайте да мало что на себя берешь нет не возьмешь удерживайтесь от всякого рода зла невозможно а господь скажет доверься мне я понесу вас на руках мои от всякого рода зла первое самое злое что случилось это власть жены над мужем ничего страшнее этого нет из-за этого погибло более умерло 100 миллиардов людей а дальше всякая власть от бога власть родитель над детьми а если он не подчиняется то другое делает выведи его и в этот же день даже его убить мы другое имеем указание непрерывная молитва но только смотрите откуда иногда берут ну детей воспитывать беспризорные века и не знает что с ними делать ты сразу поставь на то как есть вот корпус этот дальше все кончилось и так мы сегодня говорили о высшей степени прославление бога словословие за все что есть что у нас есть библия что на переведена что брат помогает что вы внимательно слушайте за все господи славлю тебя аллилуйя аллилуйя аминь